Друзья, всем привет! Я приехал сегодня с города Кропоткино, в котором состоялась ярмарка декоративных птиц, певчих, сельскохозяйственных птиц, в общем там были канарейки, попугаи, голуби, куры, гуси, все что угодно. Я приобрел себе вот таких замечательных киноров, вот таких вот киноров классных, сейчас подробненько покажу, расскажу как содержать, кстати кинора цветные, они поющие и цветные, ну на первом месте у них конечно цвет, потом у них песня, надо это учитывать, то есть не путайте. Вот, посмотрим подробно, расскажу как содержать, как карантин делать, чем кормить цветную канарейку, также сделаю вам обзорчик моей новой клетки, сделал большую красивую клетку для баурок, но эта клетка подойдет и для какариков, и для карелы, для выставочных волнистых попугаев, там и скворечник будет вешаться, и кормушки, и поилки, поддон удобно выдвигается, в общем сейчас подробно все покажу и подробно все расскажу. Кому понравятся клетки, можете заказать, номер телефона будет на экране, ну давай на всякий случай продиктую, 8-928-231-6107, пишите, звоните, ватсап, все обсудим, смотрим обзорчик. Вот такая вот клеточка, получилась замечательная. Клетка будет использоваться для содержания баурок, ну подойдет она в принципе и канарейкам, и рисовкам, и зебровым М1, и рисовым М1, карел тоже здесь можно держать в принципе. Размеры клетки, длина клетки 95 сантиметров, высота клетки 55 сантиметров, ширина клетки 40 сантиметров. Клетка оборудована тремя дверцами, значит вот здесь дверца есть, смотрите, допустим здесь вы можете повесить купалку, также можете на центральной дверке повесить купалку, все это очень удобно. Для того, чтобы вешать купалку, есть специальный турничок, сюда вешается турничок, и на этот турничок уже вешается непосредственно сама ванночка. Так, с этой стороны у меня висит, видите, заказчик попросил домик, будет вешаться с левой стороны, домик сделан под левую сторону. Значит, что касается домика, домик 20 на 20 и длина 30. Здесь я сделал такой замочек небольшой, очень удобно, чтобы птицы не поднимали. Сейчас я вам хочу показать, у нас уже дождь пошел, клетка воды не боится, обработана, а домик он просто из чистой фанеры, то есть его не надо ничем покрывать. Вот так открывается, и вы можете наблюдать за развитием ваших птенчиков, когда будет кладка яиц, очень удобно. Также в таких, и также опять обратно замочек закрутили. Все, буквально здесь два раза повернули, и уже крышечка у вас не откроется. Также подойдет для выставочных волнистых, для чехов, для больших, прибольших волнистых, которые называются выставочные, просто есть мелкие, есть крупные, для радужных попугайчиков волнистых. В общем, все удобно и шикарно. Как ухаживать, как чистить клетку? Значит, вот внизу у нас есть поддончик. Поддончик, несмотря на то, что он огромный, 95 сантиметров и 40 глубин. Смотрите, он очень удобно открывается, вот буквально одной рукой без нагрузки. Поддон вышел, можно это все дело помыть водой. Посмотрите, какой красивый рисунок дерева. Все это можно помыть водой, даже сейчас съемка идет под дождем. Вот, пожалуйста, видите, уже здесь мокро. Но это ничего страшного. Значит так, внутри есть отбойник, который препятствует попаданию мусора. Вот эта вот штучка, вот там, видите, есть. Сейчас фокус появись. Вот поддон заходит под нее, и мусор, который здесь будет образовываться, он будет все на поддончике. А на поддончике есть такой небольшой бортик, который вам позволит вытащить поддон. Ничего у вас никуда не рассыпется. Вы пошли, куда вам удобно, смели, сыпали, сполоснули, протерли. Пылинки не осталось. И смотрите, обратно вставляется так же легко. Вот раз, раз, буквально одной рукой все это дело у нас вставляется. Все, здесь все абсолютно плотно, четко заходит. Кормушка внутри будет вешаться вот сюда. Специальная кормушка. Поилочка вставляется между прутиков. В принципе, любая кормушка, поилка подходит. Вернее, поилка любая подходит, а кормушка идет в наборе. Вот, друзья, такие вот новости. Такая вот клеточка. Заказывайте, пишите номер телефона 8 928 231 6107. А теперь переходим к самому главному. Переходим к осмотру, к обзору моих новых приобретений, что я приобрел на ярмарке в городе Кропоткин. Так, клеточку запоминаем. Если что, пишите, обращайтесь. Сейчас покажу, что я приобрел. Друзья, перед вами трое самцов, киноров. Все поют. Кто-то лучше, кто-то хуже. А крас у всех разный. Кого интересует, кстати, такая клетка, тоже можем сделать такую клетку. Такие клетки у нас, как эконом-вариант, можно тоже рассмотреть. Давайте поподробнее о кеннарах, которых я приобрел. Ну, вот так, собственно, они и приехали с ярмарки. У них была вода и кормушка. Вот они еще кушают сейчас с утра пораньше. Вот это оранжевый. Оранжевый кеннер. Вся эта их красота цветная, все это на естественных красителях. То есть здесь в данном варианте не замешаны никакие химические красители. Как вот, знаете, раньше были там с водой разбавляли или на яичный корм сыпали. Ну, вот они втроем, вдвоем. Значит, даже вот этот красный, вот эта мозаичка красная, все это на естественном красителе. Естественный краситель, я подразумеваю, значит, сладкий красный перец, это раз, тыква, это два, морковь, это три, и витарон. Детский витарон, это вытяжка морковного сока. Продается в аптеках. Все это натуральное. Печень не страдает абсолютно. Там у них корм насыпан, они, видите, проявляют интерес к корму. Но корма мало, они поели и ждут добавки. А тут съемка началась. Значит, друзья, птицу, которую вы приобретаете на рынке, вы приносите домой, и я бы вам рекомендовал поддержать птичку в карантине. Что такое карантин? Карантин, это просто отдельная клеточка. Если есть возможность, в отдельной комнате от вашей основной стайки, вы держите. При этом каждый день вы меняете бумагу. И смотрите, какую бумагу, я имею в виду, которая вот в поддоне. Видите, вот у меня сейчас чистый лист. И вот вчера, сегодня уже почти за сутки, вот птицы испражняются. Я по помету могу судить о состоянии здоровья птицы. То есть помет нормальный, поноса нет, запора нет, все умеренно, птичка подвижна, активна. Собственно говоря, можно сделать такое поверхностное заключение, что птичка здорова. Сейчас у нас холодно, дождик мелкий идет, ветерок дует. Посмотрите, птичка даже не хухлится, чувствует себя хорошо. Сейчас подержу недельки две. Вообще правильный карантин, если я не ошибаюсь, 41 или 42 дня. Ну, я сделаю немножко неправильный карантин. Подержу две недельки. И потом посмотрю еще разочек на них, чтобы не было паразитов, таких как пироед, пухоед. Все это будет видно. Гамозовы клеща, чтобы исключить. Очень распространен, кстати, локонореек, у гульдовых, амодин гамозов клещ. И затем уже птица пойдет в основную стайку. Кеннера будут содержаться в дальнейшем, я надеюсь, отдельно. Найду им место. Значит, смотрите, что хотел еще основное сказать. Затронуть такой вопрос. Многие люди на рынке, я слушаю, когда покупают кеннеров, говорят, ой, красный кеннер, там оранжевый. Это ж надо красители давать. Друзья, красители у нас естественные. Это перец, морковка, тыква, перец сладкий, красный. Это особенности кормления вот таких вот окрасов кеннеров. То есть, если вы держите кеннера перчего, желтого, то там особенности содержания, надо его убирать, допустим, от других птиц, чтобы он не услышал неправильную песню, чтобы он не испортил себе песню. Там тоже как бы есть свои особенности, свои правила, заморочки, вот чтобы это все было соблюдалось. А у цветной канарейки, в данном случае у меня в принципе получается цветная канарейка, здесь надо просто учитывать особенности кормления. Но вот эти все кормления, что там цвет, который изменяют, это все надо давать в момент линьки, когда в период линьки, когда птица маленькая набирает, перо меняется, потом будет годовая линька. А вот сейчас, допустим, пичкать их изо дня в день перцем, морковкой, тыквой, но нет такой надобности. А будут линять они весной, будет каждый день у них. И перец сладкий, красный, если будет по сезону, ну, морковка, тыква, я надеюсь, будет у них в момент линьки. То есть, ничего сложного нет. Будет птичка линять, даем красный перец, морковку, тыкву. Ну, и, естественно, еще и мокрица имеет много каротина. Но вот я вам скажу, на своем опыте, мне нравится, как краску дает сладкий, красный перец, хорошо красит, тыква хорошо красит, ну, на третьем месте морковка. Даже я бы сказал, на втором месте будет тыква и морковка, на первом месте сладкий, красный перец. Вот такой вот у меня сегодня обзор для вас, уважаемые зрители. Подписываемся, распространяем видео, там, друзьям, товарищам пересылаем. Помогайте мне, пожалуйста, развивать канал, а я буду вам помогать содержать ваших пернатых питомцев. У кого остались дополнительные вопросы, пишите в комментариях, обсудим, поговорим. Кто-то свое мнение скажет, посмотрим. Всего всем хорошего, до скорой встречи и всем удачи в разведении канареек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok